Всем привет! Из Кореи мне прислали вот столько косметики. Да, я сижу в коробке. Корейская уходовая косметика заняла особое место в сердцах и на полках людей, которые следят за бьюти-индустрией. И я, как фанат корейского ухода, недавно получила очень неожиданный подарок от бренда J-Jun, когда мне пришло 13 килограмм косметики в коробке, которая была больше, чем я. Честно признаюсь, я сломалась, мне было крайне приятно и одновременно крайне неловко, и вот таких щедрых подарков мне еще никто никогда не делал. В тот же момент я приняла решение, что хочу устроить проверку уходовой косметики от фирмы J-Jun. И чтобы быть до конца объективной, я пригласила мою подругу, которая не супер сильно шарит в корейском уходе, к съемкам этого видео. Целый месяц мы тестировали разные средства в разных условиях. Я была на море, в жаре, а она осталась в Москве и на холоде. И сейчас я расскажу вам, как это было. Ну, в общем, ребят, тут произошла ситуация. Эта ситуация называется, что мне прислали 13 килограмм косметики. Я сюда вполне неплохо помещаюсь. И знаете, я не могу проигнорировать тот факт, что мне прислали 13 килограмм косметики. 13 килограммов косметики. Ну и, короче, когда мне все это прислали, мы реально, мы просто офигели, потому что, ну, ее слишком много. И я говорю, Леонид, давай тогда ее вместе, что ли, протестируем, раз уж тут все по паре. И вот половину отдаю Леоне, а половину оставляю себе. Я просто в шоке. Ну, и по классике, если вы смотрите этот обзор, и вы его видите, значит, косметика нам понравилась. А если не понравилась, то видео нет. Можно выключать камеру, собственно говоря. Выглядит, на самом деле, офигенно. Мне безумно нравится упаковка. У нее почему-то ощущение, что это будет очень круто. Джей Джун. Сейчас, давайте половину складывать. Я бы так радовалась. Спойлер, когда она увидела, когда я сказала, да я тебе половину отдам. Она такая... Я буквально так кричала от восторга, да. Вместе с Леаной мы разделили косметику ровно напополам. Она забрала себе первую часть, я забрала себе вторую часть, и на этом мы разошлись где-то на месяц, даже получается больше. Весь этот месяц мы тестировали косметику. И вот, наконец, мы смогли встретиться и обсудить результаты, ну, того, что мы тестировали. Прошел месяц. Ты смотришь на мою кожу, как она сияет. Да, я смотрю на твою кожу, как она сияет, потому что уже прошел месяц. Я как раз вернулась из Таиланда. И вот я считаю, что мы с тобой сегодня должны обсудить, как тебе косметика. И поделиться впечатлениями. Буквально, чтобы вы понимали, прошло даже больше месяцев. И все это время я пользовалась только продуктами Джей Джун. Вот у меня в ванне. Вы увидите, я выкинула нафиг все. Ну, сложила, вернее. Чтобы не выкидывать, мало ли, да. Я оставила только Джей Джун, да. Понимаю, понимаю. И только Джей Джуном пользовалась, поэтому мне очень много чего есть вам рассказать. Я брала с собой тоже Джей Джун на отдых. Я, в частности, взяла всю SPF-линейку, которая там была. Так, приехала на отдых день номер один. И знаете, что я с собой взяла? Я взяла с собой маски и целую кучу разных SPF. Так что сейчас буду тестировать. Мне прям очень интересно. Мне очень вовремя. Все продукции я пришла, пока Лена сидит и тестирует все основные масочки. И я начну вот с этого. Я ее тестировала. И просто, знаете, вот не забегая вперед. Нет, ладно, забегая супер вперед, хочу отметить. Как вы знаете, моя кожа очень склонна к загару. Ну, типа, я постоянно на это жалуюсь и рассказываю про это. Но в этот раз я не знаю, по какой причине я вообще не загорела. Хотя на отдыхе было больше, чем всегда бываю. У меня не выскочили веснушки. И все просто, блин, как будто загар особо не налип. А у меня загар липучий. И это так круто. И обычно, когда ты приезжаешь, ты всегда в веснушках. Что ж, я пришла на пляж. Я уже искупалась. И сегодня я хочу проверить вот это вот средство. Это будет мой первый раз. Само средство выглядит вот таким вот образом. Все концептуально. Очень просто, красиво и стильно. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Протестирован дерматологами. Ну, конечно, как бы без этого здесь. SPF 50+. Попал на губы. Губы не щипят. На глаза глаза тоже не щипят. Хотя обычно рекомендуют все-таки избегать с ту зону. Я блещу, да, ведь, с жирным блеском на лице? Нет, я не вижу. Не блещу, да? Прикольно. Ну что ж, посмотрим. Так что, реально, если у вас тоже такая проблема, как у меня солнце налипает, прям реально рекомендую в жаркие страны с собой брать. Вообще ничего нету. Я максимально удивлена, потому что до этого я перебрала огромное количество всевозможных SPF-ок и ни разу не было результата даже близко к такому. Это просто что-то во. Я убрала всю косметику под кровать, но спустя полтора месяца я ничего не писала из старого. Я правильно сделала. И моя кожа выглядит настолько хорошо, что мне буквально люди, которые меня красят, визажисты говорят, вау, типа, это как классная кожа, у тебя сколько тебе лет? Я такая, ну, 25, они такие, что? Я думала 18-19, я такая, а-а-а, а вот так вот. Наверное, это фишка корейских средств. Когда я пользуюсь косметикой Джей Джун, например, пенкой, после нее лицо выглядит немножко белее. Да, это отбеливающий эффект, это всегда очень здорово. Когда-то, я помню, давно еще жаловалась, что ты любишь средства, которые оставляют прям эффект скрипу на коже, то есть ты любишь идеальное чистое типа лицо, вот это вот стереотипное. Но по факту это очень неправильно, потому что если использовать средства, которые прям люди сильно очищают, и у тебя кожа потом скрипит, то вот ты разрушаешь свой эпидермальный барьер. Чтобы его не разрушать, тебе нужно пользоваться средствами, которые подходят для твоей кожи, то есть с пиашем совместимы по степени кислотности. И не бояться, что у тебя кожа станет хуже, поэтому у тебя все твои высыпания, они и ушли, потому что ты восстановил свой эпидермальный барьер. Это средство для глубокой очистки пор, поэтому оно идеально подходит в те моменты, когда тебе нужно дарить все загрязнение, которое есть на твоей коже. И несмотря на то, что средство достаточно активное, потому что оно по своей структуре такое должно быть, оно вообще никак не вредит коже, не сушит ее, как это часто бывает. Поэтому просто очень-очень удобно. Вы знаете, реально, когда даже вот первый раз смотришь потом на свою кожу, ты понимаешь, что оно за один даже раз все как-то очень хорошо почистило. И у тебя ничего нету на лице. Я не знаю, как это работает реально, но это работает. И это все, что стоит знать. Я просто восхитилась тканевыми масками. У меня тканевых масок уже не осталось. Это то, что осталось у нас из коробки, потому что я приехала в Таиланд, собственно, все, где ребятам раздала. Мы там все сидели, обмазывались тканевыми масками. И было отлично. Вспомнила про тканевую маску, что я пользовалась тканевыми масками J-June почти, типа, каждый день, ну, может быть, через день. Я пользуюсь J-June буквально несколько дней. Я не знаю, как такое может быть, но у меня кожа стала лучше. И... У меня была куча мелких подкожных каких-то прыщичков, которые не особо были видны. А я сейчас только что наносила эссенцию в ванне, и я такая, что? Почему их почти нет? Недавно на съемке, вчера, мне визажистка, перед тем, как сделать макияж, нанесла тканевую маску. Все 15 минут она снимает тканевую маску, а у меня вот так красное все лицо. Ну да, я видела у тебя этого. Вот такой, блин. И я такая, что? В следующий раз возьми масочку с собой. Что мне еще понравилось, вот на тему тканевых масок, есть еще у них вот такая вот штука, которая очень приколдесная. Возможно, вы сейчас спросите, что это такое. Я спросила. А это сразу целый комплекс. Смотрите, здесь у вас есть сначала очищающая пенка, потом средство под глаза, и здесь еще тканевая масочка. То есть вы сразу все одновременно делаете очищение, уход, и под глаза еще наносите. Просто гениально. А еще я первый раз в своей жизни попробовала пады. Пады! Господи, вы знали, что это такое, и что это так прекрасно? Я нет. Здесь 80 падов, например, вот в этой баночке, в которой тонер пады. Это как ватка, пропитанная средством. Ты экономишь свое время, плюс они у меня стоят в холодильнике. Как я делала? Патчи даже не видно, но я пробовала их нанести так, как написано на схеме у Джей Джун, под глаза, носоговки и на лоб. Интересно, что будет, если будут так уже неделю наносить. Я сначала использовала тонер пады, потом я использовала пилинг пады, а потом я использовала увлажняющие пады. Ну ничего себе, ты прям по падам пошла, я умирать. Тебе совсем, да, понравилось? Очень понравилось. Как здорово. Скажу тоже сразу про патчи от Джей Джун. Это большие кругленькие, они у меня, кстати, еще остались. Ничего, есть вот такие вот, которые в форме этих, ну, или классических, или как они там называются. Сейчас, да, зеленые, посмотрите, какие, кстати, пахнет просто потрясающе, пахнет прям какой-то вот именно, что, ну, знаете, сеном, травой. То есть, если вы любите натуральные запахи, это прям вот идеально вообще. Ну и, естественно, они супер-мега пропитанные, поэтому ты их наносишь, эти гидрогелевые падчи. Причем не обязательно только под глаза, их можно наносить еще себе, например, на щеки, и ты сразу такой оп, свежий, красивый, отдохнувший, ну, просто максимально. Поэтому они у меня и кончились. Ильяна рассказывала про то, как упростить себе жизнь, там, вот эти вот себе патчи, пэтсы, просто идеально. А я по классике. Сейчас расскажу вам о вот этом вот комплексе ухода корейского многоступенчатого. Здесь, короче, есть средства, которые встречаются далеко не у каждого бренда, но я считаю очень незаслуженно. Это бустер. Что такое, собственно, бустер? Бустер это такая штука, которую ты наносишь после основной линии ухода, и потом дополнительно получаешь бонусные эффекты от крема, который ты наносишь. То есть вся косметика работает лучше, быстрее. Поэтому, когда ты пользуешься косметикой Джей Джун, ты наносишь этот бустер, потом уже специальные средства по уходу, ну, в зависимости от того, что нужно конкретно твоей коже, и получаешь результат в два раза быстрее. И нет, это не вброс, это буквально средство, которое называется бустер. Я вообще не знаю, что такое бывает, и только у Джей Джун увидела это средство. Я тоже такое, я об этом слышала, но я ни разу не видела, поэтому, ну, я очень была рада попробовать, потому что реально вещь максимально хайповая. Собственно, что я делаю? Мой обычный утренний ритуал. Я очищаю лицо при помощи пенки. Потом я использую вот такое вот гелевое очищение. Это гелевая пенка, посмотрите на его консистенцию, она буквально выглядит как желе. Вспениваю ее в руках и наношу на лицо. Она очень деликатно очищает кожу от того, что с ней происходит во время сна. Даже сейчас могу сказать по ощущениям, что я могу, грубо говоря, оставлять эту пенку на лице надолго, и она вообще ничего с ней не сделает. Но я этого делать сам делать не буду, и никто не должен. Просто прям, знаете, такое вот обволакивающее какое-то свойство, тебе приятно. Знаете, кстати, как проверить, хорошая пенка или нет? Если после того, как вы умылись пенкой, у вас не стягивает лицо, значит все классно. Ну, кроме запущенных случаев, когда реально кожа нуждается в лечении. Если кожа нормальная, и вы не ощущаете стям, то есть это вот. Потом наношу бустер. Я хочу усилить все косметические средства, которые буду использовать в дальнейшем. Сейчас я использую вот этот вот бустер. Наливаю его себе на руки. По консистенции он как сама обычная водичка, и переношу на кожу похлопающими движениями. Все то же самое можно делать ватным диском, но мне больше просто нравится с рук, мне так приятнее. У него очень приятный легкий травянистый запах. Похоже, знаете, на что? Когда ты выходишь в отвор, недавно прошел дождь, и вот запах травы, на которой еще немного дождь оседает. Вот прям вот такой аромат. Безумно вкусный. Я прям максимально кайфую. Дожидаясь момента, когда подсохнет. И после того, как я наношу бустер, я уже использую кремовый тонер. После бустера я наношу на свою кожу вот такой вот тонер. Он очень хорошо воздействует на кожу и позволяет дополнительно всем полезным свойствам крема, например, проникнуть внутрь. Консистенции вот так вот. По запаху тоже тот же самый запах летней травы. И это очень мягкое, нежное молочко. Его прям вообще не ощущаешь. Оно никакое не липкое. Оно прям вот то, что нужно. Очень потрясающее. И остатки, которые у меня на руках уже растеклись, я прям на руки и снимаю, потому что пусть тоже руки поучаствуют в уходе. После него лосьон. Чтобы очень отлично увлажнить кожу, я использую вот такой вот лосьон. Он восстанавливает водный баланс кожи и активно ее увлажняет. Если посмотреть на консистенцию, здесь вот такой вот тягучий немножечко. И когда предыдущий средство подсыхает, я его осторожно наношу вот такими похлопывающими и, ну, круговыми движениями. Все очень быстро впитывается, поэтому если вы переживаете о том, чтобы делать многоступенчатый уход, и у вас будет занимать миллион лет времени, то это совсем не так, потому что все продукты очень быстро впитываются. Ну и все, я, по сути, вот его только растерла, она даже видно на камере, что немного только влажный блеск имеет, который сейчас идет буквально через пару секунд. И потом наношу иногда ампулы, ну, по настроению, типа, чтобы слишком часто этим не злоупотреблять, и, естественно, под конец крем. И получается вроде как бы пирог, вроде ты очень много чего нанес, но все это очень быстро впитывается, и тебе прям классно. Посмотрите на крем. Во, здесь прям очень видно, что он будет гиперкруто увлажнять, даже не нужно рассказывать про его свойства, потому что это и так очень понятно, учитывая вот эту вот потрясающую консистенцию. Тот самый случай, когда уже с одного применения ты прям чувствуешь огромную разницу у кожи до и после. Короче, рофл-прикол. Лиана не уважает гидрофильное масло, за что я очень часто, ну, видео там с теми же самыми безжижистами, ей немножечко предъявляю, потому что, ну, гидрофилка все еще лучшая вещь, которую придумали. Специально для Лианы есть вот такое вот средство, которое она, естественно, тоже использовала. Это, скажем так, двойная очищающая ментилярная вода. Кто пользуется мицелляркой, знает, что она по консистенции обычно, ну, просто как обычная водичка, то есть она текучая, она не имеет, как правило, запаха, она ничего не имеет, просто наносишь ее и все, и стираешь свой макияж. Это же средство, это буквально идет два в одном. Это мицеллярная вода, ну, с маслом, с составом, поэтому он стирает идеально весь макияж. И для человека, который не любит гидрофильное масло и хочет упростить свой уход, вот это вот момент очень прям круто работать, потому что ты просто берешь, наносишь вот из этой банки два в одном все на свое лицо и стираешь. Потом умываешься, наносишь уход. Идеально. Это средство для очищения глубокого пор Я достаточно часто пользовалась этим, когда была на отдыхе Потому что когда на отдыхе, все равно ты сильнее потеешь, чем обычно Плюс ты постоянно где-то там ходишь, но не знаю, не в самых прикольных местах Но учитывая, что мы были в достаточно грязном месте Вот, вся эта пыль, все это оседает на коже Поэтому я пользовалась именно очень глубоким очищающим средством Которое также идеально подходит для кожи, потому что у него все еще PH5 Это средство для глубокой очистки пор Поэтому оно идеально подходит в те моменты, когда тебе нужно удалить все загрязнение Которое есть на твоей коже И несмотря на то, что средство достаточно активное Потому что оно по своей структуре такое должно быть Оно вообще никак не вредит коже, не сушит ее, как это часто бывает Вы знаете реально, когда даже вот первый раз смотришь потом на свою кожу Ты понимаешь, что оно за один даже раз все как-то очень хорошо почистило И у тебя ничего нету на лице Я не знаю, как это работает реально Но это работает, и это все, что стоит знать Вот эта вещь, я просто от нее в восторге Это пилинг-гель Я его обычно наношу после того, как сделала макияж Что? Я сняла макияж и наношу пилинг-гель, чтобы снять какие-то остаточки И это прям идеально работает Мне очень нравится, потому что сразу пилинг-скатка, знаешь, когда все скатывается Да, пилинг-скатка отлично Это офигенно Я потом наносила лосьон, он увлажняет, но при этом не добавляет липкости Я вам сейчас покажу Да, вот это вот очень важно, то что вся эта косметика, она реально под конец не липкая Это очень приятно, потому что я ненавижу эффект липкости Отдельно я хочу рассказать для тех, кто нуждается в более сильных средствах Естественно, должно быть в арсенале у каждого человека Здесь у нас серумы, ампулы Первый серум, это который разглаживает рельеф и делает его более, знаете, таким вот сглаженным Или отдает эффект фотошопа Пользоваться такой штукой часто точно нет никакого смысла Потому что оно буквально работает достаточно быстро вместе с бустером Достаточно использовать несколько раз в неделю, типа там раза два или три И вы увидите вот именно вот эту вот разницу, что кожа как будто немножко с эффектом фотошопа становится Я не знаю, как это работает, но оно как будто сглаживает, минимизирует поры И получается прям такое вот идеальное классное лицо Увлажняющая сыворотка ее Я наносила, когда хотела делать себе легкий массаж лица Потому что я в последнее время часто это делаю И с ней прям очень здорово получается это делать Потому что руки достаточно хорошо проскальзывают И получается прям здорово Ну и потом, конечно же, наносила всегда крем, чтобы закрепить результат Но мне прям очень понравилось Еще у меня есть мист И, естественно, мист это просто вещь абсолютно великолепная Когда нужно освежить свой макияж Когда нужно просто освежиться, наносишь и тебе хорошо И ты получаешь эффект как бы увлажнения И макияж вроде выглядит освеженным И еще заметь, как вкусно пахнет Конечно, я знаю, как это вкусно пахнет Потрясающе Обожаю, ты знаешь, это ощущение, что ты гуляешь около моря Да, и на тебя такой вот этот бриз Да Только он не соленый и не щипет лицо и приятно Да И еще освежает его макияж Это тоже очень круто Собственно, я считаю, что эта посылка была абсолютно шедевральна Я все еще помню, как я сидела в этой коробке Я просто максимально в восторге Ребят, не иронично Косметика супер Оставляю вам ссылочку в описании Переходите, посмотрите Просто хотя бы посмотрите Потому что я уверена, вы найдете для себя очень много чего Ну и помните, что это корейская косметика Которая доставляется напрямую из Кореи И как бы, ну, во